Итак, мы переходим к с вами, ко второй части, к наиболее, на мой взгляд, интересной, где я хочу вам пояснить слово онда. Что же такого хотела узнать наша Миша, я и Эрмис в данном случае. Так вот, есть такая наука, которая так и называется, ондология. Ондология, звучит по-гречески ондология, по-русски она так и называется, ондология через О, можете забить в интернете, посмотреть. Это учение о сущем. И в данном случае то, что хотел познать Эрмис и то, что я говорю о том, что не имея под собой философскую такую базу и понимание некоторых вещей, интерпретация данного трактата, она как будто бы теряет смысл и многие вещи непонятны. Так вот, вот это вот слово, которое на греческом языке, оно в принципе понятно, несет в себе весь следующий вот этот вот урок, где я вам буду пояснять, что именно хотел познать Эрмис. Эта наука, учение о сущем, она говорила о том, что существует три онда. То есть Эрмис хотел познать эти онда, и существует три этих онда. Что это за онда? Это он, ми он и ондос он. Если переводить на русский язык более понятным, да, то это то, что изучает данная наука. Это три формы бытия. Материальное, идеальное и экзистенциальное. То есть материальное в плане материального мира, идеальное в плане мира идей, то есть ми-материальный мир. Здесь материальный мир, ми-материальный мир. И сверхмир, если так можно сказать, это экзистенциальный. Так вот, Эрмис и хотел познать природу каждого этого мира, увидеть разницу между ними. И в дальнейшем, понимая это все, узнать, кто есть Бог, для того, чтобы ему подобиться. То есть жить именно в соответствии этих знаний и понятий, и тем самым стать Бога-человеком. Если примерно так перевести. Опять же, касательно этих форм бытия, мы очень часто с этим сталкиваемся. Мы говорим материальный мир, нематериальный мир, сверхмир в психологии. Мы также это можем говорить, как наше бессознательное, сознательное и сверхсознательное. Иначе мы говорим дух, душа и непосредственно наше тело. То есть триединство, оно присущее везде. И если мы возьмем Аркан Тароу, а я говорила о том, что каждый мастер смотрит через призму своей собственной профессии. И посмотрим на Аркан Эрафанта, то мы увидим вот здесь вот у него корона. Это Папа Римский, у него трехъярусная корона. И кто у меня обучался, объясняя этот глиф, я говорю о том, что в данном случае Папа Римский является наместником, избранным человеком, который может проходить вот в эти все три мира и приносить информацию. Здесь даже не про знание, а здесь информация и делиться ею с людьми. То есть на самом деле Папа Римский был избранным лучших из лучших. Мы не говорим о том, как сейчас, а мы говорим, как это в идеале было бы. Лучший из лучших, знающий, ведущий. И по сути он являлся был понятным языком, магом и практиком. Так вот, почему? Если вы опять-таки проходили у меня курс Древа жизни, а я знаю, что многие из вас там не смотрят, проходил. Если нет, рекомендую вам приобрести этот курс, напишите мне на почту. Я вам дам ссылочку, где можете почитать, ознакомиться, что это, и в дальнейшем приобрести. Так вот, сегодня мы с вами коснемся аркана колесничьего. И, коль я уже затронула аркан Иерафанта, на Древе жизни очень интересные вещи. Вот, смотрите, вот здесь, на Древе жизни, вот этот путь, здесь находится у нас Иерафант. А вот здесь как раз-таки противоположный столб находится колесничий. То есть, они идут, Иерафант идет от этой сферы к этой, а колесничий у нас идет от этой сферы к этой. Я специально не говорю название, потому что, ну, чтобы не запутать людей. И вот здесь вот красная линия, это то, что у нас проходит, где у нас проходит бездна. Это тот предел, те границы, которые в теле мы не можем постичь. Так вот, Иерафант, это избранный, я не случайно сказала, потому что он может переходить по ту сторону бездны. Не в теле, конечно же, да, а именно в видоизмененном состоянии для того, чтобы получать озарение и передавать их в дальнейшем людям. Поэтому он является наместником Бога на земле. И в данном случае у него вот эта вот его корона трехъярусная, да, она про это и говорит. К колесничему мы еще вернемся. И не случайно, что это две противоположности. Один сидит на колонии милосердия, а другой сидит на колонии строгости. То есть, путь к тому, к чему мы хотим прийти, он один. Способы разные. И так, в дальнейшем, да, чтобы нам понять вот это вот все понимание учения о сущем, об этих мирах, нам очень хорошо рассказывает Платон в своем учении о душе. Напомню, что если я не ошибаюсь, то текст написан намного трактат, намного раньше, чем Платон передавал свои знания. Но все же, если вам интересно, почитайте в интернете диалог, который называется Федрос. Может, по-русски Федор называется, либо как-то так в таком формате. Где Платон использует для своей метафоры, как раз-таки в пояснении, что же такое душа, образ колесничего. И я в очередной раз убеждаюсь в том, что Таро непростая система. Я не знаю, кто ее изобрел, но однозначно, знание, которое вложено здесь, либо моя харизма, что ли, соединять вещи, которые сами себе как будто бы не связаны воедино, либо это действительно присуще, ну вот прям очень ярко выражено втором. Итак, о чем говорил Платон в своем учении? Он говорил о трех частях души. Вообще, изначально он говорил о том, что душа делится на, даже не душа, а человеческое существование, вот так скажу, подразделяется на, несет в себе два раздела, ну две составляющие. Одна составляющая – это душа, та, что бесконечна, та, что все знает. А другая часть – это непосредственно человеческое тело. И он это изобразил как раз-таки в виде аркана колесницы, колесничего. Ну, в виде колесничего, но я это говорю. Аркан, потому что вот то, что он описывает, вот прям точь-в-точь на этом аркане изображено. В данном случае мы видим колесничего. Колесничий – это как раз-таки та часть души, которая бесконечная, да, та, которая не умирает. В соответствии с древо жизни это называется индивидуальность. И опять-таки покажу, как это соединяется все с древо жизни и то, что мы говорим. И меня это просто восхищает. И есть та часть нас, которая умирает. В некоторых колодах Таро изображены лошади. В данном у нас изображены сфинксы. Это мифическое существо, которое сидело у входа в город Сива. И не пропускало прохожих, если они не могли найти разгадку на одну загадку. То есть если они не разгадывали, их сбрасывал сфинкс с горы. И они умирали. Вот. Поэтому задача сфинкса – загадывать загадки, да. То есть познавать, по сути. Вот. Но в данной символике лошади нарисованы. Поэтому у нас есть душа и у нас есть тело. Тело изображено в виде двух лошадей. Белого и черного. Белого сфинкса и черного сфинкса. Вам не напоминает ничего? Не напоминает левое и правое полушария? Да? Сознательное и бессознательное. Так вот. Тело – это. Это у нас получается как наша… Это наша личность, да. Это то, что умирает. То есть у нас есть две составляющие. Бесконечная – это душа, что не умирает. Здесь она изображена как лесничий. То, что умирает. Поэтому она изображена в виде животного, да. То есть человек, да, разумность и нечто животное. Опять-таки, животная часть, личность, та, что умирает, но она двойственная, да. Мы люди, мы живем в мире двойственности. Поэтому не случайно здесь двойственность. В трактате дальше будет упоминание про двойственность. О двойственной природе человека. Так вот. Мы видим белого сфинкса, либо белую лошадь. То есть и черного сфинкса, либо черную лошадь в соответствии с учением Платона. О чем это говорит? Он говорил о том, что возница – это как символ разумного начала в человеке, да. Либо то, что мы говорим, индивидуальность. Вот. И опять-таки, в соответствии древа жизни, я вам просто это очень-очень хорошо покажу. Когда курс проходили, я говорила, что вот эта вот часть как раз-таки, вот эти. Здесь у нас бездна. Все, что выше бездны, нам не дано познать. Ниже бездны у нас есть гебура и хесед. И вот это, вот это у нас является… Это наше высшее я. Насколько вам будет видно, я очень надеюсь. Это наше высшее я. Это индивидуальность. Иначе мы это называем… Еще ангел-хранитель кто-то это так называет. А это наше низшее я, это наша личность, и это то, что умирает. По сути, это наше тело. И вот здесь вот как раз-таки в Теферит происходит соединение, да, высшего я и низшего я. Но это опять-таки про древа жизни. Мы идем дальше и возвращаемся к Платону. Так вот, что он говорил? Что белый конь – это всегда благородные, высшие качества. И в данном случае под белой лошадью, либо белым сфинксом подразумевается душа. Это всегда стремление человека к благу, да, к чему-то такому возвышенному. Это душа. И черный – это страсти, желания. Это кот, конь, причастный к злу, который тянет колесницу к земле. И вот это вот бесконечный разрыв, бесконечная борьба, да, когда одна лошадь, один сфинкс идет вверх, а второй сфинкс, либо лошадь идет вниз, тянет, да, либо одно, как мы говорим, душа. Одно нам говорит сердце, и черная лошадь, сфинкс, и другой нам говорит ум, да, нам говорят. И вот эта вот бесконечная борьба, где в нашем мире двойственности, да, там, где есть личность бесконечная. И одно тянет в одну сторону, другое тянет в другую сторону. Они между собой не могут договориться, и пока они не могут договориться, эта колесница никуда не двигается. Она не может двигаться, ей невозможно управлять колесничей, не может управлять, он не знает, потому что одна лошадь тянет в одну сторону, а другая в другую. И поэтому здесь сфинкса, и поэтому они сидят. И поэтому именно колода Уэйта, которая берет основу золотой зари, колоды золотой зари для меня как мастера она более конкретно описывается что не лошади а именно сфинксы которые сидят хотя аркан очень подвижный в интерпретации так вот как это говорит платон да как он описывает то есть у нас есть причем лошади интересная такая вещь почему говорят лошади то есть душа дата что я говорила делится на 2 не душа человеческое существование у нас так получается делится на 2 на 2 части до налоги зме к то есть то что рассуждает рассудительное и алого то есть та буква а а показывает как отрицательно то есть отсутствие это этой логики и кстати алого по гречески и называется лошадь то есть вот это вот именно скорее я не знаю случайно либо так придумано да что именно пример с возничий с возничьим и двумя лошадьми изображается так вот вот это вот вся теория учения платона о душе она и говорит что бесконечное вот это вот разногласия в личности человека до личностью мы еще называем наше эго и не случайно в соответствии с древо жизни сфера тиферит который находится посередине и так как раз таки в теле человека это солнечное сплетение ему соответствует планета солнца и обратная сторона солнца это эгоизм да это как раз к темные аспекты когда мы не можем найти общий язык да проявляем свой эгоизм так вот я уже упомянула но еще расскажу что как раз таки платон говорит о том что душу мы делим на три части да то есть у нас во первых есть две составляющие это верхняя такая разумная духовная если можно сказать и низшая часть материальная причем двойственной которая воплощается у нас на планете где присутствует нам двойственность во всем и а если в общем и посмотрим у нас получается три части да у нас получается что пневма да то есть он называет это логистико то есть это дух он изображен виде колесничего ему соответствует стихи воздуха и это не случайно потому что вообще понимание четырех элементов в древней греции они были очень важны и это разумная часть и платон говорил что все эти части чтобы их укротить у них есть благодетели которыми управляет так вот чтобы укротить вот эту вот условно говоря часть благодетель которой соответствует разумности это мудрость дальше белая лошадь белый сфинкс это наша душа и это аффективная часть да аффект то есть эмоциональная бессознательно еще так можно назвать и ей соответствует благодетель мужество андрея то есть андрея да и отсюда выходит слово еще андрос то есть мужчина на мужество вообще суперский язык но не суть а мужество как раз таки необходимо мужество чтобы собрать себя вот эти вот все эмоции эмоциональные состояния чувственные воедино и черная лошадь это эпиземе т.к. то есть вожделяющие и это у нас и чтобы благодетель который соответствует уму это шуфру сини то есть рассудительность благоразумие и уму у нас соответствует огонь пир душе у нас соответствует и дар и дух у нас соответствует воздух название всех этих стихий не случайно потому что в следующих абзацах мы так или иначе столкнемся столкнемся с упоминанием этих стихий и так к чему мы приходим до к тому что я вот на время посмотрел уже 20 минут я как раз и поясняю одно только слово он да то есть что хотел понять в данном случае гермес и почему я называла его нише я теперь нам понятно да то есть вот нише я это две составляющие на наши бессознательные на все сознательное либо это наша аффективная часть и вожделяющая вожделяющие это таз которая постоянно шилает что-то да это наши инстинкты и наше аффективное да фимоид с это состояние души и да это наши эмоции это наше состояние и как раз таки это я упомянула три стихий воздух воду и огонь до вода и огонь это как разки две составляющие основные основополагающие это как раз таки вода огонь это активная пассивная мужская женская это двойственный мир это то такая пара очень значимые на элемент элементов и что-то я хотела сказать и упустила из мысли к чему-то это было привязано а и вот опять таки если мы посмотрим на древо жизни да то три единства у нас так и присутствует вот это вот у нас дух вот это у нас вот здесь и сот у нас душа и вот в тиферит у нас здесь проходит ум и у нас появляя показывается что он по сути он уподоблен нашему духу но то что может уравновесить как раз таки дух и душа согласно теории платона дух и ум это наша душа по сути о чем здесь речь идет о том что когда мы научимся управлять вот этими вот двумя сфинксами двумя лошадьми когда у нас внутри нас прекратится вот это вот борьба между душой то есть сердцем и умом да одно хочет одно другое хочет другое тогда колесничий вот это вот возничий да он сможет управлять этими лошадьми и только тогда вся эта колесница двинется вперед и в принципе вот это вот и хотел познать где место есть он хотел познать природу непосредственно самого колесничего да кто ж такой колесничий да что это опять-таки если мы говорим в контексте миров там то есть наша бессознательное сознательное сверх сознательно либо это мир материи мир идей и экзистенциальный и по сути соединить все эти три мира вот к чему он стремился то есть для чему ему нужны были эти понятия и опять-таки интересный момент в контексте древа жизни да колесничий о чем говорит нам колесничий вот здесь вот этот вот путь да то есть иерофант у нас находится по эту сторону на и мы говорим его задача какая иерофанта уйти от хесы да от законов от свода правил перейти бездну и прийти непосредственно к хокме к мудрости когда к сфере мудрости которая является частью духа да здесь в принципе это единство то есть вот этот вот треугольник да он еди но у нас есть и другой путь другой способ это способ как раз таки колесничего что делает колесничий в данном случае он идет собирает все свои силы собирает всю свою энергию вот здесь вот в гибуре а помните я в начале в трактате с чего начали сегодня с фокусируя всю свою энергию до все свои мысли в голове в одну точку до сконцентрирует так вот здесь это сила как раз-таки гибуры и есть для чего для того чтобы опять пройти вот эту вот бездну и прийти к бине а бина у нас что бина это то что порождает форму и на курсе я говорю про это это та сфера которая четко знает кто то есть что есть душа до для чего ты родился в чем твое предназначение то есть все эти смыслы к чему мы стремимся да по сути они находятся в бине так вот аркан колесничего если мы говорим в контексте просто таро и соединение с древо жизни он нам и говорит к чему я стремлюсь я хочу прийти вот сюда к бине чтобы те вопросы которые хочет узнать гермис гермис в данном случае понять в этом разобраться для того чтобы стать богоподобным понять вот здесь вот я смогу найти все ответы для того чтобы уподобиться непосредственно богу потому что вы 10 находясь ответы это тоже бог это не не двойственная его у бога нету две части а это одна из двух его граней недвойственность он недвойственного един и это ключевое и вот очень интересно да абсолютно три разные системы древо жизни таро и учение платона до древнегреческие опять таки говорят все об одном это как религии до каждая религия говорит о своем но в конечном итоге все обучают одному любви и уважению почитанию и познанию уподобление да в данном случае богу здесь не помню сегодня было ли использовано слова феос или нет или может быть это будет в дальнейшем это как раз таки греческого переводится как бог но еще раз напомню что к религии к христианству данный трактат не имеет никакого отношения потому что христианство появилось намного позже чем вышел этот трактат данные трактаты изучали мистики изучали алхимики через посвящение через очень глубокие глубокую такую психологическую подготовку да то есть входить в медитацию обучалась эти очень многим многим годам потому что нужно уметь управлять своим дыханием уметь управлять своим сознанием это очень много разных умений для того чтобы сказать что да я владел этим процессом медитация потому что мы видим да какие глубокие вопросы заданы да и как их можно познать то есть здесь далеко от воображения далеко да даже если вот наглядно я вам покажу на древо жизни вы поймете что вот тут вот туда вот здесь вот вообще в есот у нас находится астральный мир но вообще вот это вот все что ниже теферит на вот эти вот три сфер от в принципе это мы можем отнести к астральному миру а то где проходит вообще вот данный диалог до раскрывается вся ситуация это находится выше теферит это намного выше поэтому то что люди привыкли называть медитации расслаблением я говорю это это вот на этих уровнях находится а вам нужно подняться вот сюда и это это другой это намного другой уровень и его проходишь когда начинаешь умеешь управлять своим эго вот здесь вот центральная точка то что я говорила поэтому здесь выше я здесь нише я и здесь они по сути соединяются ну как некий такой портал проход личности к индивидуальности поэтому иногда мы выдаем желаемое за действительное в контексте того что есть медитации и в в древней греции одним из таких практиков был пифагор который всевозможные посвящения которые были вообще на тот период на земле он их все проходил и подготавливались к этим моментам да у пифагора даже есть конкретное питание которое тебя подготавливала к тому что ты какое-то время будешь находиться без еды и при этом тело не должно было умереть у него есть определенная подготовка к тому чтобы не пить воду для того чтобы тело тоже не высохла потому что практики медитации такого порядка да когда душа действительно поднималась настолько высоко что тело находилась мертвая да но при этом она поддерживала все определенные функции то есть это это было действительно серьезная практика который обучали жрецы до были специальные жрецы которые обучали к сожалению сейчас таких ну по крайней мере я жрецов не видела и то что вот сейчас говорят на youtube но это далеко не медитация моя субъективная точка мнения исходя из того что я читаю и изучаю вот ну и буквально еще в двух словах там две минуты осталось расскажу еще продолжение коль мы говорили об учении души аристотеля который являлся учеником платона и а платон являлся учеником сократа и мы знаем что сократ не оставлял никаких в письменном виде никаких как называется письменности да никаких записей а записывал за ним платон так вот как раз таки ученик платона аристотель правильно груда аристоте аристотелис но него слово такое вообще имя аристотелис переводится есть два корня аристотелис то есть аристотелис то есть аристос это я вам пожимаю хорошо как это все по-русски перевести аристос это вот знаете когда получаешь высшую оценку в школе там по пятибалльной шкале да то есть ну ты получаешь отлично да то есть аристос это вот такой вот отличный да и телеус это вот идеальный поэтому само имя аристотелис как два показать по показывающих звена о том что это имя носит в себе смысл что это вот идеальный на человек идеальный если так можно сказать так вот в его книги который называется метатописика я не знаю как называется по-русски опять-таки слова до мета 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 физики мета физики тоже греческое слово на то что есть за пределами физического до физики вот он рассказывал как раз таки пишет про про уси с уси с про вещества про суть и он как раз таки и говорил о душе и вот то что он пишет это очень и очень не напоминает то что когда-то лет двадцать назад когда я только начала заниматься метафизикой и в далекие 90 греции были эти книги я могла их читать я впервые познакомилась с такими понятиями как монада опять-таки к пониманию того что же такое здесь даже не про душу но словно говоря мы можем так сказать вот он говорил о том что вот это вот суть да ну иначе мы ее можем назвать душкой для понимания она делилась на две части одна часть сути находилась в невидимом мире до непроявленном мире а другая часть в мире единства до если так можно сказать и она неделима а другая часть опять-таки условно говоря души она воплощалась но вот сейчас танюша слушает может быть и найдет ответы на вопросы которые сейчас ее беспокоит так вот аристотель говорил о том что вторая usi то есть вторая часть воплощалась в наш проявленной нашем проявленном мире и ее задача была она была делимая то есть есть одна часть неделимая fraud когда делимая делимая его в контексте как раз таки проявление ее задача была как раз в нашем мире проявится и подвергается если так можно сказать 10 категориям опять-таки цифра 10 идеально первая категория это непосредственно нести в себе суть единства до той части которая неделима проявить себя в нашем мире в качестве в количестве во времени в пространстве в отношениях как это может выстраивать отношения по отношению к чему-либо умение что-то творить проживать иметь и вот последнее слово просто не могу перевести на русский я не знаю как его переводится вот если говорить еще проще конечно же можете тоже это найти в интернете загуглить и посмотреть потому что я могу неправильно переводить слова еще расскажу я не профессиональный переводчик я перевожу так как понимает но если из тех опять-таки знание что я помню из далеких 90-х как раз ки говорилось о том что существует монада да и вот это вот монада как раз таки слова вам она дана монус один единство какая-то часть остается в непроявленном мире а какая-то части воплощается и вот эта вот часть по сути которая воплощается она несет в себе это как днк да ну например днк если волос у меня один волос упадет с головы и в нем есть днк целого человека да не части его а именно целого это точно так же как капли который попадет в океан с одной стороны капля всегда будет нести в себе структуру капли но когда она попадает в океан она является частью вот этого целого по сути то есть она и индивидуально так как она капля и при этом она составляет много таких капель составляют океан то есть она не теряет свою структуру она не растворяется полностью просто визуально это много-много капель которые соединяются они создают этот океан так вот здесь примерно суть такая же да то есть капля она является частью океана то есть океан в данном случае это монада это то они про не праву который находится в непроявленном мире то которая не едино то которая не разделяется да то есть океан он недели мы смотрим да в нем нету часть частей частей кусочков кисточку и при этом этот вот капля сон горя которая упала из этого океана она несет информацию о самом океане и информацию о самой себе так вот как раз и вот эти вот 10 проявлений и есть когда капли воплощается первое это она несет информацию от о самом океане от той монаде которая единой и не разделяется и 9 категорий которые она будет проживать то есть по сути это еще большее понимание ну на мой взгляд до строение непосредственно самой души и она опять таки как-то каким-то образом не напоминает о том что есть вот этот вот мир да он они проявленные но при этом он несет в себе информацию целого да и ну это мы еще называем как ну то что ты говорил до высшее я либо ангел-хранитель и вот этого часть есть а эта часть это то что это индивидуальность а это та часть личность которая воплощается да и она по сути она вроде бы индивидуально она переживает опыт из воплощения воплощение но при этом она несет и информацию как раз таки от нашего высшего я и в данном случае выше я это то о чем идет беседа с пим адресом да вот то есть то откуда мы можем получать черпать это источник и он бесконечно в описании было да у него не было никаких ограничений так вот и вышивая нашего тоже нету никаких ограничений и задача чтобы как у колесничьего до чтобы управлять вот всей этой повозкой до колесницы должно быть некое единство высшего я с низшим я они же я сама между собой воюет между душой и умом поэтому то что хочет познать гермес данном трактате мы увидим 14 либо в 15 абзаца это а то к чему мы хотим прийти вот такая вот сегодня у меня 37 минут ну я никогда не укладываюсь по времени поэтому я больше не буду озвучивать его такое такая была информация и мы с вами прошли три абзаца из 15 я жду вас на следующем уроке вы всегда можете оставлять свои комментарии мне очень очень интересно будет их прочитать я с вами прощаюсь пока пока